Заземленный — это последнее название от разработчика Obsidian Games. Да, что игры Obsidian присоединились к множеству игр на выживание в переполненных игровых библиотеках в последние годы. Лучше всего подытожить как классику конца 80-х, милое, я уменьшил детей в видеоигре. У этого названия раннего доступа достаточно потенциала, чтобы выделиться в сильно переполненном жанре. Первый, нам нужно решить эту часть раннего доступа. Многие игры с ранним доступом — это буги-вуги, которые были запущены до выпуска с минимальной поддержкой разработчиков после факта. Grounded был в раннем доступе около 18 месяцев на момент записи, что иногда бывает достаточно долго, чтобы быть красным флагом. Хотя с несколькими обновлениями каждый месяц и основными исправлениями контента примерно раз в 6 месяцев, пока все выглядит не очень хорошо. Мы перейдем к ошибкам и ошибкам в свое время. Для предпосылки, если ты видел фильм «Милое», я уменьшил детей, а если нет, то почему? Тогда у тебя уже есть довольно четкое представление о том, что здесь происходит. Четверо детей уменьшились до размеров муравья и нуждаются в корме и борьбе за выживание в твоем заурядном пригородном саду на заднем дворе. Звучит просто верно. Что касается истории, стоящей за этим. Ну, хотя это не совсем история. В игровом мире можно найти большое количество аудиозаписей и заметок, каждая из которых обладает тем же чувством юмора, которое можно ожидать от обсиди. В последнее время. Есть история, запланированная в соответствии с дорожной картой, хотя пока нет подтвержденной даты. Это же Obsidian Games, так что у нас есть свои ожидания. Имей в виду, ты играешь как один из четырех детей. Здесь нет создания персонажей, ни в одиночку, ни в группе, как это делали мы. У каждого достаточно отчетливая индивидуальность, изображенная с помощью хорошо сыгранных голосовых линий. Играй во время взаимодействия почти совсем в игре, будь ее врагами, союзниками или объектами. Сумма безмолвного главного героя предпочтительнее, но Obsidian, похоже, нашел хороший баланс между тем, чтобы дать жизнь персонажам, не полностью устраняя ваше погружение в качестве одного из них. Однако, помимо этого, нет никаких отличительных факторов, делающих выбор персонажа несколько произвольным. Это, конечно, может измениться в будущем, например, с помощью вариантов базовой статистики, хотя мы бы рекомендовали, чтобы это было необязательно, если это так. Говоря о статистике, в игре есть три ключевых компонента. Первые — это базовые характеристики, такие как здоровье и истощение пищи, которые увеличиваются за счет молочных коренных зубов, найденных скрытыми по всему игровому миру. Оружие и броня обеспечивают обычный урон и уменьшение урона, с возможностью улучшать оружие и улучшать их характеристики, хотя в настоящее время обновления брони нет. Наконец-то есть автобус и автобус D, и их много с несколькими источниками. Броня и оружие обеспечивают защиту, такую как иммунитет и спасение жизни. Еда может отравить тебя или дать здоровье. Регенерация и мутации немного более разнообразны, каждая из которых открывается при выполнении определенного задания, скажем, 60 идеальных блоков, что позволяет вам активировать привилегии. В этом примере, возвращая выносливость на идеальном блоке, вам нужно включить только один раз, увеличив до пяти с помощью вышеупомянутых улучшений молочного маляра, и их можно свободно менять местами в игровом меню, чтобы удовлетворить вашу ситуацию. Говоря о ситуациях, сейчас самое подходящее время поговорить о книгах. Многоногий вид. Хотя все еще находятся в разработке, есть приличное разнообразие существ, с которыми можно столкнуться, 25 плюс несколько вариантов, два босса и многое другое, запланированное на будущее. Они варьируются от пугливого фитца в разных божьих коровках до серьезно агрессивных комаров и пауков. О боже, пауки! В ранней игре зрелище паука было достаточной причиной, чтобы отметить ад и бежать, когда наше первое успешное убийство было встречено с неподдельным восторгом, со временем они становятся достаточно легкими, но обеспечивают отличную цель для достижения в первом. Кривая сложности по мере продвижения по служебной лестнице, безусловно, хорошо настраивается. Давай рассмотрим основные продукты выживания. Еда и вода являются частью курса, хотя на наш вкус они снижаются слишком быстро, особенно в начале игры. Через несколько часов мы достигли точки, когда это стало менее серьезной проблемой благодаря обновлениям при строительстве, но были ситуации, когда выходило, что все еще казалось, что это слишком быстро стало проблемой при строительстве. Ремесло — это в значительной степени часть курса. Собери ресурсы из различных видов флоры, фауны и мусора вокруг сада, и либо создай указанный предмет в своем инвентаре, либо на станции крафта. Что приятно видеть здесь, так это то, что станция крафта будет доставать из близлежащих ящиков для хранения, которые, несмотря на возможность маркировки, были находкой, когда наша система хранения данных развалилась на куски. Строительство — это как и в любой игре на выживание, то, на что ты потратишь изрядную часть времени, и, к счастью, это довольно гладкий опыт. Разбивай камни и руби дрова. Извини траву, чтобы собрать материалы и перевести их обратно, чтобы построить хижину или замок. Или ты знаешь, чтобы тебе не приглянулось, есть большое разнообразие строительных деталей, многие из которых тебе нужно будет разблокировать. Мы еще вернемся к этому, позволив воображению быть пределом. Система счетов хорошо реализована, и очень мало случаев, когда вещи помещаются не там, где они должны были быть. Тебе тоже не нужны материалы для планирования твоей сборки, так как Obsidian выбрал для тебя своего рода систему чертежей. Размести или построй с помощью голограмм и заполни их, в отличие от крафта деталей в своем инвентаре, так как более крупные предметы, такие как травяные доски, переносятся вручную, а не в карманах. Это действительно означает, что нужно много ходить взад и вперед со склада в больших помещениях, хотя стены и тому подобное достаточно дешевы по ресурсам, чтобы не чувствовать себя непропорционально наказанным за то, что немного переборщил. Что касается вышеупомянутых разблокировок, то в этом заземленный отличается от других игр на выживание. Здесь нет никакой планки опыта, никакого повышения уровня, так сказать. Вместо этого ты открываешь новые рецепты крафта двумя способами. Многие из них открываются путем анализа достаточного количества составляющих их ресурсов на одном из многочисленных анализаторов, найденных в саду, и одного этого достаточно, чтобы пройти всю игру, если у нас возникнет какая-то проблема. Второй — это покупки у Бергла, робота, переворачивающего гамбургеры, ставшего научным ассистентом за счет необработанной науки, валюты, редко встречающейся во всем мире, и в качестве награды за анализ новых материалов или выполнение квеста, выданного самим Берглом. Хотя он и не предлагает все свои рецепты на первом, тебе нужно найти соответствующий чип, чтобы получить их, которых в настоящее время больше всего в конце испытания типа подземелья. Они сильно отличаются друг от друга, каждый из которых требует правильных предметов для рассмотрения, не говоря уже об успехе, и сильно различаются по длине и сложности. Все это говорит об эстетике, звуковые эффекты хороши, а музыка тонкая, но подходящая, по крайней мере, когда она играет много времени. Когда бродишь по миру, почти нет атмосферы. К сожалению, выглядит мудро. Мультяшная, чрезмерно насыщенная внешность — тоже звезда этого возраста, и она идеально подходит к обстановке. Частота кадров солидная, и игра хорошо оптимизирована, хотя причиной этого может быть чрезмерное использование глубинной резкости. Временами мне казалось, что я играю в игру без очков, и распространенность руководств по отключению глубины резкости является достаточным доказательством того, что это в некоторой степени общий консенсус. В качестве последнего слова, на этот раз нам нужно поговорить о книгах виртуальных. Поскольку это игра с ранним доступом, следует ожидать ошибок, хотя на самом деле мы не сталкивались со многими в самой игре. С чем мы в основном боролись, так это с сетями и проблемами подключения к клиентам. Отключение синхронизации было серьезной проблемой, когда речь шла о крупных игровых конструкциях, несмотря на то, что все игры имели высокоскоростной оптоволоконный интернет. У нас также была проблема, из-за которой одного члена группы постоянно выгоняли из игры без ошибок, и это был человек, который жил в том же доме, что и тот, кто принимал гостей. Пытаясь исправить это, мы попытались пригласить через приложение Xbox, а не через Steam, и обнаружили, что приложение Xbox даже не смогло распознать, что игра была установлена на двух из четырех компьютеров. Мы не смогли это исправить, потратив слишком много времени на эти проблемы. Похоже, Microsoft, которая является издателем этой игры и отвечает за сервисы Xbox Live, которые игра использует для своих подключений, решила просто умыть руки от этой проблемы. Как и в каждом случае, с которым мы сталкивались, их оплачиваемый персонал закрывал угрозы, либо причиной было обвинение Steam. Примечание. Вам не нужно работать в сфере технологий, чтобы знать, что это явно не так, или они обвиняют разработчика, даже если вы знаете, что Microsoft предоставляет услуги подключения. Прими это как хочешь. В заключение, обоснована ли твоя игра на выживание на мельнице поверх твоей приключенческой игры на мельнице? Это помогает дать игрокам направление, чего часто не хватает многим играм на выживание. С отличной системой построения, приятной внешностью, частыми постоянными обновлениями и родословной Obsidian для хорошей истории, у нее есть потенциал стать одной из выдающихся игр в комнате. Определенно хочу приглядывать. Rounded теперь доступен в раннем доступе на ПК и Xbox за 25 фунтов стерлингов, или 30 долларов США. С этим мы благодарим тебя за то, что ты наблюдал. Мы поймаем вас всех в следующий раз.